Добрый вечер, своя программа политика Натальи Морари. Сегодня я веду программу вместе со своим коллегой Андреем Поповым, президентом Института стратегических инициатив. Добрый вечер, Андрей. Поговорим сразу о нескольких важных, на мой взгляд, темах. Безусловно, о вчерашнем митинге, манифестации партии социалистов. Ты там присутствовал почти весь день, общался с людьми. Очень интересно твое мнение об этом протесте или митинге. Говорим, безусловно, и о парламентской комиссии по расследованию дела Козловской. В первую очередь меня интересуют рекомендации этой комиссии, которые касаются оппозиции и, возможно, в целом, всего гражданского общества. Но в конце у нас для вас будет небольшой сюрприз. Паша Парфейни у нас сегодня в гостях. Он в пятницу обратился с открытым письмом к министру культуры Монике Бабук. Мы попытались пригласить его в сегодняшнюю программу. И госпожу Бабук, она на наше приглашение пока не ответила. Но Паша в нашей студии будет. Оппозиционный певец. Андрей, начнем со вчерашнего митинга. Твои впечатления? Или для начала, может быть, посмотрим одно из твоих видео. Или ты расскажешь, как ты себя там чувствовал. Это был митинг людей, которые протестуют против власти? Или митинг людей, которые не совсем понимают, куда они пришли? Или митинг людей, которые протестуют, но организаторы своего митинга имели другие планы в их отношении? Что это было? Наталья, добрый вечер. По возможности я всегда пытаюсь разобраться сам, своими глазами увидеть, поговорить с людьми. И я был и на митингах летом, и в июне, и в июле, и митинг из Шора. Я пропустил митинг Демпартии, был в командировке, снимал этот фильм «От Черного моря до Балтийского моря». И вчера я действительно решил посмотреть, что за люди пришли, какая атмосфера, какая у них мотивация. И я присоединился в районе бульвара Григорьевиеру. Напомню, что двумя колоннами шли манифестанты. Те, кто, как я понял, приехали с севера, они встречались в районе цирка. И где-то в 11 часов 15 минут пошли несколькими, одной колонной, но они, как римские легионы, так, по когортами по 50 человек. Очень хорошо организованы с руководителем колонны. Как правило, я так понял, руководители парторганизации районных социалистов. Я поговорил с людьми из Гладян, из Фалешт, из Сорок, из Единиц. Вот я от Национального банка до площади Великого национального собрания. Я вчера пешком шла на Чаканы из центра и увидела у цирка припаркованные десятки автобусов и маршруток. Десятки. Я ходила на все протесты, ты знаешь. Я даже на протесты в Демпартии ходила. Мне важно наблюдать за тем, что происходит. Вчера, к сожалению, по объективным причинам я не могла быть на протесте, но я была спокойна, потому что я знала, что там будешь ты. Но ты узнала во время, а я... Нет, я знала, что там будешь ты. И тем более наша коллега Филича Крецу там тоже была. То есть мы там присутствовали весь день. Я не помню такого количества транспорта во время позиционных митингов. Допустим, в 26 числа оппозиция сделала неоднократное заявление о том, что невозможно было заказать транспорт между городами. 26 августа. 26 августа, да. Заказать транспорт, чтобы приехать в Кишинев. Здесь я увидела десятки автобусов, припаркованных у цирка. Я так понимаю, что это те автобусы и маршрутки, которые привезли людей по направлению к Банулеску-Бадоне. Скорее всего, те, которые приехали к Пушкину и спускались потом по Пушкину, их, скорее всего, завозили на другом транспорте. В чем эта разница? Как ты ее объясняешь? Почему тогда были проблемы с транспортом, а сейчас нет? Ну, нужно объективно сказать, что любой митинг, он предполагает участие людей не только из Кишинева, но и людей из регионов страны. Другое дело, как они появляются в Кишиневе, организованно или по собственному желанию. Они едут, понимая заряженные протестной волной или едут, потому что надо ехать, потому что так сказали. Я думаю, лучше всего, если мы посмотрим первый сюжет, я подготовил несколько вырезок из своего лайфа, и люди сами смогут убедиться, что это за люди. Но я хочу сказать, что я попытался максимально беспристрастно разобраться, поговорить с людьми, какие их чаяния, какие их проблемы, что они ожидают от митинга, от власти или от партии социалистов, чем они недовольны. И я увидел очень много простых, обездоленных, униженных людей, которые... Как, в принципе, и на всех протестах. Как, в принципе, и на... Да, когда люди хорошо живут, они особо по протестам не ходят. Я предлагаю посмотреть первое видео. Сейчас подняли пенсию, же. Кого подняли? Ёлки-палки, у меня... Моей жене добавили 2 лея, 180 сняли. Да, подождите. Да, подождите. Пенсию подняли, по телевизору показывают. Нет, это по телевизору показывают. Да, это 21-го, я по 18-й. Да, ёлки-палки. Кто имел большую зарплату, то мы повысили. Ну, 2-м, подняли. Ну, что 3 лея, от 180 забрали. Так, подождите, сколько добавили? Компенсации забрали. Мне ничего не добавляли. Да, ну, сейчас же по телевизору уже полгода говорят. Ну, они подняли, говорят, но ничего не подняли. Ну, не, не, не дали пенсию. Давайте проведем обследование. Фокус-групп, вот у вас... Ничего, ничего. Я, правда, не знаю, но я вижу, что по телевизору многие люди довольны. А это по телевизору получают 80-й. Ёлки-палки, по очереди, вот у вас какая была пенсия? 800 рублей. А сейчас сколько? Тоже такая. А у вас? Тоже такая. Ну что, 800 рублей? Я вот кресло себе делаю. Да я же, извините, пожалуйста. Кресло вам делаю. Что, вообще не подняли? 800 лея получаю. А стаж какой у вас был? 35 лет. Так что вы мне говорите? Я работала в бюлете. Да я же не вам говорю, я же смотрю, что у меня мама в бюлете грамотная. Те, которые получают за 200. А вам? 800 лея. 880 лея. И тоже не повысили? Конечно. Да что телевизоры, полный телевизор информации. Каждый день счастливые люди. И на телевизор это обманщики. Только они обманывают народ. И все. Они ничего не делают. Почему из вас подняли пенсию на больше, чем 100 лея? Никому. А все минус пошло. Никому пошло. Минус, минус. А сейчас попу. Попу. Я тебя на телевизор. Очень приятно. Ну, что здесь? Да, ты все спрашиваешь дизабилитет, персонку дизабилитет. Ты морешь, ланты, октом, брешь, не миг. Ну, да, если здесь конкретно, как заша? Купшти у казы, я вам купил дизабилитет, и что, что морешь, не миг. Я не знаю, что ты наш даришь, дим пенсию, ты ешь. Ну, море ты, да, вот пусска, да. Купшти у пенсионера, да, три. Ну, вы что, не смотрите телевизор? Телевизор? Да. Да, вы не смотрите, что фортишь могут показывать. Да. Можешь, если мы верим. На прессу есть к тебе, на телевизор. Портфурм, он ворвец. Итак, это первое видео с твоего вчерашнего, с протеста, организованного вчера партия социалистов, из твоего лайва. Что ты понял? Никому не подняли пенсию. Что такое? Нам все телеканалы, нам все правящие телеканалы говорят о том, как часто и как много всего они наподнимали в последнее время. Я не могу делать таких глобальных суждений, но, по крайней мере, люди сами могли убедиться, кто смотрели этот лайв. Это были неподстроенные, живые, реальные люди, приехавшие из одного из северных районов страны. Но они просто вскипели, когда я сказал, ну, все-таки становится лучше, все-таки пенсии же поднимают. И вот их реакцию ты увидела. Наталья, ну, люди, когда женщина перекрестилась из Гладиана и сказала, ну, я вам клянусь, я получаю пенсию 800 леев после 35 лет стажа. А другая женщина последняя, она сказала, что, ну, у меня сын инвалид, я-то знаю, мне ничего не подняли. И вот это, конечно, сигналчик, что, несмотря на... И особенно людей, я видел раздражение, когда я повторял, ну, по телевизору же показывают. По какому телевизору? Не верьте. И я думаю, чем больше людям будет показывать то, что, ну, сильно отличается или противоречит тому, что они видят, у них будет реакция очень, ну, отторжение. Андрей, то, что мне показалось важным, я следила на протяжении почти всего времени за этим протестом, я переключалась с твоих лайвов на лайв самого митинга, слушала внимательно речи выступающих, я практически не слышала там конкретных лозунгов против нынешней власти. Да, задели Адриана Канду несколько раз, но ни премьер-министра Павла Филиппа, ни лидера Демпартии Влада Плохотнюка, ну, я не слышал, чтобы их упоминали. А это что за протест против власти, когда от всей власти только Андрея Адриана Канду задевают, а в основном там целая серия претензий были к правым, лидерам правой оппозиции. И Майя Санду досталась, и Андрея Анастасия. Главным лозунгом всего марша и потом протеста был лозунг, красивый, казалось бы, лозунг, Молдова, Молдова, кричали чаще всего. Второй по чистоте упоминания лозунгов и кричалок с трибуны было социалисты, социалисты, социалисты. Третий, пентру прешединте, президент, президент. Вот, был, ну, вот это главные лозунги. Вообще, из всех выступающих я специально сегодня даже пересмотрел. Протест длился меньше, чем час, 50 минут. Вот от начала, от того, как его Зинаида Петровна Кричана открыла, ну, допустим, даже если с фильмом, 9-минутный протест, протест длился час. Вот за этот час, я говорю это со всей ответственностью, ни один из выступающих ни одного раза не назвал имени координатора власти Влада Плохотнюка. Как это возможно в нынешних условиях? Потому что люди, вот люди, простые люди, с кем я говорил, они говорили, они видят во Владе Плохотнюка, в демократической партии одну из главных причин, вот каким кажется проблем в стране, они недовольны. И даже у меня в начале протеста, это было на одном из лайвов, с женщиной Диной, она говорит, ну, конечно же. Я говорю, ну, а вы думаете, упомянуть Плохотнюка? Как не упомянуть Плохотнюка? Конечно, упомянуть. Я сказал, ну, давайте посмотрим этот митинг, вы слушайте внимательно. И должен сказать, что этого не было. Более того, митинг начался демонстрацией фильма. 9 лет преступной евроунионистской власти. Кому-то он меняется больше всего в этом фильме? Я хочу сказать, если сделать, у меня не было времени это делать, не моя работа, но в принципе я могу сказать, что там заключение автора голосом, они иллюстрировались фотографиями и видео различных политических фигур. Чаще всего на них показывали Влада Филата. Чаще всего. Я думаю, раз 8 за весь фильм. Раз 5 показывали Марианна Лупу и Михаил Гимб. Очень часто Михаил Гимб. То есть, грубо говоря, бьют в тех, кого уже бессмысленно бить. Потому что их, в принципе, уже нет на политической педестале. Показали один раз в этом фильме Павла Филиппа. Дважды показали Адриана Канду. И один раз показали лицо, буквально секунду, две Влада Плохотнюка, говорящего по телефону. Это в фильме. Но интересно, что текст, когда показывали Влада Плохотнюка, был про унионистов. Вот власть, которая хочет объединиться с Румынией. Ни вопрос кражи миллиарда, ни вопрос коррупции, ни вопрос узурпации власти. Ничего этого не было. Конечно, несколько раз в этом фильме было, что захвачена банковская система. Кем конкретно захвачена? Ни одного раза не показали фотографию ни Шора, ни Платона. Это тоже, на мой взгляд, не случайно. А говорилось в фильме, кем конкретно захвачена власть государства? Преступная власть. Преступная власть и евроунионисты. И в фильме очень большой акцент на угрозу государственности Молдовы, на историю румын, на совместное заседание правительства Молдовы и Румынии, как примеры того, что Молдове угрожает неминуемая опасность извне. Я предлагаю посмотреть следующее видео из твоего лайва, тогда, когда вы проходили по Батальянску Бадонию, мимо генеральной прокуратуры. На самом деле, лайв начинается этот фрагмент до этого. Проходя мимо Национального банка, я разговаривался с людьми, это была женщина Анастасия и другой человек. И вот этот человек из Флорешт, он сказал, у него уже несколько лет проблема с юстицией. Суд и прокуратура этого Флорешт или Флорешт сейчас запамятовал. Но он говорит, меня это беспокоит, юстиция захвачена. И в этот момент, это будет на видео, к нему подходит звеневой, у каждой когорты было несколько таких смотрящих. И один главный, который шел параллельно вне. То есть митинг был очень хорошо организован, все было поставлено по полочкам. И к нему подошел человек и говорит, нет, нет, кричим Молдова, Молдова. Я предлагаю посмотреть это видео. Друзья Анастасия, я как, дуэстер, персонал, а ци шит, к сельдесли муцуми, так у меня бьет, а шай, бляд, с кембэль. Да? Да, что это надо, чтобы у нас поговорить, чтобы что-то лучше? Человечея тем, нет! Этой прокуратурой, татой гуверн, татой, татой! Значит, парламенту, ну... Да, сейчас, я был не подошел… И шаши лет лет в муцуми, и не с отъехал, но сейчас вы Lily. Да? Если вы пережили этот вопрос, будут проблемы с lại проблемой более сложные. А так же, юстиция двоярная. Да. Это двоярная, параллельно. Да. Но я думаю, что я думаю, что правительство не делает правительство, но делает интересы для тех, кто есть деньги и силы. Так же. Так же. Так же. Уклипу. Уклипу. Да. Ну, если вы решили, то я это только в регистрирую. Я сейчас сейчас в регистрирую. И, конечно, мне Андрей, скажите. Я вас очень знаком, но я вам очень много говорила. Мы очень хорошо говорили. Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу и то, что все, что я думаю, что они будут, что они будут. Я думаю, что они будут проданы. Мы хотим и орден в саду. Один в первую. Лиафа, ламорита, ла попор. Пенсии лам… Пенсии лам… Пенсии лам, дупо, что-то смиси. Туда. Да, они дают где-то, иди сюда, и от людей. Туда. Туда, трудно, но не уходи бани из города и суток продействием. Но почему они ходят четыре года до того, что они стоят миллиарда и еще не получают? Парк я дам зарат. Да? Дам, где? Где же вы видите? Часто вы видите? Что вы видите? В течке канал. Но что вы видите, как миллиардов? Очень интересно. Я же выниму это. Это на публике. На публике он смотрит как он был найден. Он сказал, что здесь есть как-то, как он украл. И где он был? О, Гофман. То есть, сапропей... Сапропей, это не дым. Добрый день. Мы стремим в Молдову. Готов? Молдова? Да, это Молдова. Да, для Молдова. Кто требует? Если есть президент. А ты был, например? Да. Он не был прежеденциал. Он не был. Но все, кто-то. Консилию Супременной Сикуратии. Он не сможет, что-то прежедент. Он не может, что-то прежедент. Но мы делаем. Мы делаем митинг про Молдова. Это же сказано. Плогает, плогает. Какая прокуратура здесь? Мы делаем правду в прокуратуру. Какая шеф? Какая шеф? Вот это вот. Это и кондущия нас. Гена! Гена, давай. Какая прокуратура? Если мы не говорим, что мы делаем прокуратуру, то что мы делаем? Это и кондущия. Это и кондущия. Субъедики могут быть в беденцем. Это и кондущия нас. Это и кондущия нас. Но если мы делаем... Я как-то прежедент. Он не фашист. Но почему мы не делаем ниже? Что мы не делаем с прокуратурой? Немного? Мы делаем новый шеф. Тема Молдова. Ага, новый шеф. А я сказал, что искусство. Как искусство? Смогел это, чтобы протести против тех, 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 тех кто руководил. Он сейчас имеет шесть лет с правильностью с правильностью. Молдова. Да. Да. Бат жок де ел, прокуратура. А какой структуре есть юстиция? А какой структуре? Мы протестуем против губернарии, и против юстиции, да? А если есть прокуратура и линейство? То есть прокуратура? Прокурору-генералу, кто называется? Номит парламент. Но здесь, в Молдове, а в этот момент ты сказал, прокуратура, либертат, древтат. Добрый день, Андрей. Добрый день. Андрей, я понимаю, что ты попытался их научить тому, как правильно проводить митинги, но все-таки, как ты объяснишь тот факт, что проходя мимо Генеральной прокуратуры, и не к людям вопрос, потому что люди, как правило, на митингах кричат те лозунги, которые задаются ведущими, я не знаю, как их правильно назвать, не пионер-важатые, а смотрящие, как ты их назовешь, этих людей? Звеневые. Звеневые. Так вот, как ты объяснишь тот факт, что звеневые, которые, безусловно, координировали свои действия с высшим руководством, потому что, как правило, есть договоренности, какие лозунги будут главными, когда скандируем, что скандируем. Проходя мимо Генеральную прокуратуру, ни слова, ни слова по поводу захваченной судебной системы, ни слова по поводу генпрокурора. И я практически уверена, что каждый второй, если не каждый первый из тех людей, которые вчера вышли на этот митинг, поддерживают идею того, что нам необходима свободная юстиция. Ну, во-первых, это не случайно. Митинг, он был далеко не спонтанным, он был организован и организован хорошо. Я сказал, что все... Ну, от цирка по Банулийску Бадони шло когорт, наверное, десять. Все они были обмотаны такими лентами с надписьми за суверенитет, за молдавский язык, за историю Молдовы, за нейтралитет, бесплатное образование, то есть тематические. И кричалки задавались координированно. Кто-то говорил, в этом видео было видно, как человек подошел и сказал, так, кричим Молдова, Молдова, не отвлекаемся. И часто этого не видно здесь, но это видно, если посмотреть весь мой почти двухчасовой репортаж, он живой. Я никого не цензурировал, ничто не вырезал. Это была от начала до конца прямая речь людей. Я лишь задавал вопросы уточняющего характера. Пытался разобраться точно. И, я думаю, по-другому быть и не могло, потому что главное действие произошло на площади. А раз на площади выступающие из трибуны Влад Батринча, генсекретарь партии, Зинаида Гречаны, председатель партии, Игорь Дадон, президент, де-факто лидер социалистов, Богдан Цирдя или же Иван Чабан, Ирина Влах и Владимир Голбатюк, вот эти 6-7 человек, они выступали. Никто из них об этой теме в лоб не говорил. Были такие общие фразы, это евроуниническая власть, это преступная власть, один раз такое звучало, но такого жёст диктатура, время миллиарда у напои, расследование кражи, коррупция, ведь феномен-то известен... Тебе это не кажется, не напоминает некий протест по договорённости? Ну, слушай, Наталья, я думаю, в следующем видео, когда мы увидим, как полиция действовала вчера, и сравним с тем, как она действовала на протестах правой, проевропейской, скажем так, антисистемной оппозиции. Но имеющие глаза... Я предлагаю, чтобы не отходить от кассы, посмотрим это видео, потом вернёмся к обсуждению. Пожалуйста. Если мы немного задаем, где гвардия, где гвардия? А где где? Где где? Если шефа савинами, не позволит. Если вы позволите гвардия, да гвардии. Я хочу спросить, почему... у нас бомбы. Где гвардия? Едем в августе. Говорит, мы садим журналистов. Где он садится журналистов? А, видишь, садится журналистов. Представь у вас президента, что сши? Презентация из садится журналистов. Презентация журналистов садится журналистов. Сши? Кто-то сейчас, решитый имидит, в нашей 읽нице в интернерском, в нашей истории бесконечной церкви. Повстим. Я вот это все. Не плачет. Видите? Видите. Да, я вам вон ребай. Но почему нет gave вас деньги, так как были в августе? Если вы не науги, то когда вы не пуете деньги? Нет, не надо. Нет, не доверяю. Мы пытались в августе . В назад наши дети были с полном. Но он же так журналистом, мы будем разбирать. И он же так журналистом. вы журналист тоже вы журналист а кто вы такой участникам колонны можно я прошу прощения я пыталась сейчас найти во время этого видео к сожалению мне не получилось найти в отрывка материалов и моих лайфов с митинга 26 августа где параллельно проходили два протеста правой оппозиции и манифестация партии шора когда я пыталась подойти к манифестации партии шора со стороны правительства и манифестантов был кордон из четырех рядов полицейских четырех рядов 4 чем они были космонавтами космонавта да вот черепашки ниндзя 4 ряда мы пытались моими коллегами зайти со всех сторон везде были четыре ряда кроме что кроме этих четырех рядов вот живого кордона был железный забор которому было внесено все правительство можешь мне объяснить эту разницу почему когда организуется организуется протест правой оппозиции правительство окружено железным забором четыре ряда полицейских космонавтов это и уважительно не знаю как правильно их назвать это омон или спецобмундирование полицейских спецобмундирование кроме этого за зданием правительства но это многие журналисты отметили и предоставили видео и фото доказательства тогда большое количество автобусов полных с омоном а здесь мы увидели на пару полицейских на 30 метров один полицейский причем все такие бедные несчастные как будто не накормлены я не был за зданием правительства но там была юлия семёнова наш коллега журналист председатель ассоциации русскоговорящей или русской прессы в молдове и она сказала там очень спокойно никакой никого скопления полиция не было но и для я предлагаю здесь вот на это очень важный момент мы вернемся к нему после короткой рекламной паузы я правда хочу это объяснить потому что это бросалось в глаза это разница между протестом 26 августа и протестом вчерашним и тем как власть повела себя по отношению к этому протесту не боится власть но все понятно чего бояться почему власть не боится протестов социалистов говорим после короткой рекламной паузы оставайтесь с нами мы продолжаем говорить с моим коллегой андрея поповым андрей до паузы спросила почему власть не боится протестов социалистов а при этом боится судя по всему протестов правой оппозиции ну по крайней мере это было видно потому как полиция охраняла и первый второй митинг ну много факторов по которым можно судить и сделать вывод я считаю что митинг был абсолютно не только мирным и спокойным но энергетика людей была совсем другой я все-таки пытаюсь общаться с людьми и понять мотивация я в августе 26 или 24 июня видел людей возмущенных они не могли сидеть дома многие из них очень много из кишинева очень много людей возрасте кстати здесь очень важно что я за два часа марша и потом митинга я встретил только думаю из человек 30 это все видно на лайф это все же я же от и до прямой режиме только два человека были из кишинева в основном они приехали и приехали я спрашивал организованно и они были вот так когортами однако гордо флорешта за ними гладиана за ними сорока за ними еденц потом с другой стороны со стороны академии шли камрадские как можно только порадоваться за способности организационной памяти митинг был митинг был дорогой то есть сама только трибуна несколько экранов леда это вопрос не тысяч а я думаю не хочу к десятков но я убежден это стоит все это действие более 20 тысяч евро только организовать этот это представление причем очень хорошо было срежиссировано и оркестрировано это было так потому что почти полплощади было пустое но этого не было видно потому что были огромные платформы огромные крылья они я почитал 40 метров 45 метров в длину и где-то 25 это будет видно в каком-нибудь из роликов которые снимали сверху и потом еще трехметровое полотно полоска такая у панглика такая нас много мы победим от одной части площади до другой перед аркой и это создавало видимость обилия людей людей было меньше я не специалист подсчетов но глаз это кино метод поверьте людей было меньше чем и было 26 августа значительно меньше я скажу но по картинке этого не увидишь потому что когда всего у каждого третьего человека у каждого третьего человека флаг флаг да и наверное каждый пятый как минимум был в кофточке или в курточке партии до суча личного и это когда флаги поднимаются вверх создается особенное причине было довольно просторно там но мы сейчас не об этом о том о содержании и нам нужно поговорить и и о том о той резолюции которые приняли здесь этих пунктов там конечно первый пункт пенсии 600 евро пенсии 600 евро опять же в евро но это отдельно пенсии но что интересно бесплатное медицинское бесплатное здравоохранение это очень популярный тезис но мы давно уже перешли на страховую медицину нас и так уезжают врачи популистки тезис это популярно популистки люди не хотят платить за образование за забудьте за здравоохранение тем более когда у них пенсии 800 тысяч улей но надо сказать что это абсолютно нереалистичный утопичный лозунг особенно в условиях республики малого которая давно уже перешла на страховое медицинское обеспечение и в условиях когда и так врачи уезжает несмотря на то что поступление в бюджет медицины он значительно больше откуда вот там было очень много постулатов и пенсии зарплаты и образование бесплатное но ни слова от того откуда деньги инвестиционный климат расследование кражи миллиарда создание условий для того чтобы люди могли заниматься бизнесом справедливость привлечение инвестиций судебная система которая позволит людям вздохнуть наказание воров и и свободу предпринимательской деятельности вот несколько методов как можно накопить деньги в бюджет откуда 600 евро откуда бесплатное здравоохранение это была полностью популистская программа но обездоленным людям им хочется верить и вот я думаю что в социалисты очень умело играют на этих чайных людей и раскалывают к тому же раскалывают общество этими такими вот историям это я соглашусь для кого-то это важные темы угроза евро унионисты универсу закрытие закрытие центра нато в кишине закрытие центра нато это тоже будет не допустим вступление в нато как будто нас как будто бы нас туда там ждет и вообще нас туда толкает мой главный вывод знаешь в чем в том что протестный потенциал большой в стране но из-за того что он раскалывается на такие второстепенные геополитические идентичные языковые страшилки и он не сможет объединиться и в этом я думаю главный интерес власти не допустить чтобы все общество молдавское в том числе и люди которые вышли на протест они сплотились в протестном движении власть вот этого боится и я думаю партия социалистов своими действиями умело обеспечивать чтобы это не произошло чтобы общество оставалось расколотом ты опять же таки подтверждаешь тезис о том что вчерашний протест он был в некотором смысле по договоренности но у меня лично я давно сказал что я убежден что игорь дадон наш президент вы избранный два года назад он не является самостоятельной фигурой вот этот как бы и позволит такой параллель повторю это как бы такое общество акционерное общество вот у самого игоря дадона в проекте игорь дадон ну далеко не мажоритарный пакет акций он контролирует 20 25 процентов акций допустим москва тоже какие-то акции имеет 20 процентов но контрольный пакет акций по решающим важным темам бесспорно у влада плохотнюка и поэтому лозунги против влада плохотнюка не звучали на этом митинге вчера очевидно я предлагаю посмотреть последнее видео с митингом нужно у нас есть еще о многом говорит как люди начали расходиться вот я этот фрагмент начинаю в момент когда зинаида гречаны объявила что митинг объявляю закрытым и в этот момент произошло на следующий сервер на буквально в ту же секунду люди начали разбегаться первые же секунды после того как зинаида гречана лидер партии социалистов объявляет о том что митинг закрыт пожалуйста спасибо андрея спорить лично можно на русском прямой эфир мой прошел митинг потому что он ведет правильную позицию значит вот и 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 governors Субтитры сделал DimaTorzok Анастасия, да? Субтитры сделал DimaTorzok А что убегаете? Уже на автобусе едем Какой автобус? Так, фоксал там! Нет, нет, у нас автобусы здесь Пробуют? Хорошо Моря ушит митингу? Чего? Митинг был удачный? Да, очень Что хорошего было здесь? Очень все хорошо сказали Вы торопитесь? А куда вы торопитесь? Не понял Куда торопитесь? Никуда не торопимся Вы откуда? Камрата Камрата? Понятно Ну, во-первых, невероятная организация Надо отметить Во-вторых, как-то все в рассыпную моментально Почему вдруг? Ну, я сказал так Я сравнил Когда нас с пионерами собирали На какие-то мероприятия Нужно было что-то провести Мы ждали Пока закончится И в момент, когда сказали Свободный Народ разбегался А здесь я потом У меня, правда, села батарейка Я снимал два часа И потом я пообщался Когда шел уже вниз К цирку, к машине Где припарковал Григорий Виер Бульварда Я разговорился И мне сказали, что Нет К автобусу Они говорят Нет, сейчас мы собираемся У Капитерального собора И у нас Два склонных часа То есть Одни сказали, что в 4 Им сказали Быть в автобусе А другим в 5 То есть им дают 2-3 часа И опять же Не хочу обобщать Это те люди С кем я говорил Чтобы они могли Нормально сходить на рынок По магазинам В Кишиневе все-таки дешевле Многие люди и так Приезжают закупить Товары для детей Для семьи И в Кишиневе здесь дешевле И тут такая казнь Но смотри Человек сказал Из Фалештиной Села 25 человек Приехали Это из одного только села Это какая организация Это организация хорошая Но это еще говорит о том Что о духе людей Кстати, здесь много комментариев Я смотрел Что это Уничижительные комментарии Неправда Так не нужно говорить Андрей, не надо прищать внимания Очень много людей Которые нас комментируют Это вообще даже И не живые люди А то Но я знаю Что Прости Но есть люди Которые так комментируют И люди Которые так думают Так вот это непозволительно Это все граждане Нашей стране Абсолютно Люди бездоленные Бедные Обнищавшие Потерявшие надежду И вот для этой категории Мы это видели Люди верят в то Что партия социалистов Президент Дадон Заберет власть И все это сделает И мы увидим Ну Мы как раз и будем наблюдать За тем Что будет делать президент Дадон Обидно Он обещал Напомню В интервью Которое он дал недавно нам Обещал Вытащить скоро Меч Который у него уже Наточен Скоро мы все Увидим Ну я не знаю Роли распределяет Не Игорь Дадон Даже его роль Сносить головы Он знаешь Как актер Может поспорить С режиссером Где-то что-то не так Но в конечные решения Принимает режиссер У меня чем больше наблюдаю И за поведением президента За партией социалистов Как подыгрывают То что митинг Большинство выступлений Было не против власти В первую очередь А против даже Лидеров правой оппозиции Майя Санду Настаси Это было заметно Это было заметно Это было заметно По выступлениям По видео Но я предлагаю Перейти к другой теме Потому что правда У нас не так много времени А очень важная тема Прозвучала в пятницу У нас пятницу не было В эфире Я сделал интервью С Людмилой Козловской Главным фигурантом Расследования Расследования Парламентской комиссии Но по всей видимости Не она является главной целью И так мы И так мы видели Итоги Этой расследовательской комиссии Которая Среди прочего Рекомендовала Генеральной прокуратуре Рассмотреть Возможность Возбуждения Уголовного дела По статье Госизмены Предательства Родины Второе Изменения Законодательства Комиссия обратилась К парламенту В связи с тем Чтобы было изменено Законодательство В плане финансирования Политических партий И общественных организаций Напомню Общественные организации Это все гражданское общество В Республике Молдова Но и в том числе Свободные СМИ Такие как наш телеканал Наш телеканал является Общественной организацией Это не правительственная организация Все это напоминаю Прозвучало Через два дня После того как в Европейском парламенте Была принята резолюция Очень жесткая резолюция По Молдове В которой было сказано Что те 140 миллионов евро Которые были заморожены Заблокированы В прошлом году А были предусмотрены Для реформы юстиции Должны будут быть Перераспределены Как раз таки Гражданскому обществу И свободным СМИ Молдовы И через два дня У нас парламентская комиссия Рекомендует Парламенту Рассмотреть Проанализировать Все законодательство И изменить его В том смысле Чтобы не было Никаких угроз Для национальной безопасности Как ты вообще Комментируешь Все что произошло И на что на самом деле Важно сейчас Обратить внимание Андрей Господин Андрей Я не довелось Познакомиться С Людмилой Козловской Ни разу с ней не встречался Ни разу с ней не общался Даже в фейсбуке Но начиная с августа месяца Я очень глубоко Изучил эту тему И пришел к ряду Очень серьезных выводов Которыми я говорил В прошлом эфире Неделю назад Готов был поделиться С работающей комиссией Меня не пригласили Пригласили Хотя я сказал Что обладаю рядом Информацией И анализом По этой теме Главный мой вывод Что эту спецоперацию Как использовать Ситуацию С Open Dialogue С Людмилой Ковзловской С тем что Судя по всему Она получала Финансирование Не только от Беглого олигарха Скажем так Мухтара Аблязова Который много лет назад Отсидев В Казахстане срок Получил убежище Во Франции Его обвиняют В том что он вывез Несколько миллиардов Из Казахстана Бесспорно У него много денег И судя по всему У него особенные связи С фондом Open Dialogue Вот это Мое такое Субъективное Понимание Более того Этот Мухтар Аблязов Очень сильно боится Чтобы его Не выдали В Казахстан И поэтому Организация С которой он Сотрудничает Open Dialogue В том числе Помимо Повестки защиты Прав человека Политических заключенных Занимается Очень точечно Темой Реформа Правил Интерпола Чтобы Тех кто Претендует на Политическое убежище Не выдавали В авторитарные страны Так вот В июле Августе 2016 года Когда из Украины Выдали В Кишинев Вячеслава Платона Эта организация Заинтересовалась Вячеславом Платоном И это Можно обнаружить Не только По информации О перечислении Или о том Что покупались Билеты Сыновьям Платона А потому что Людмила Козловская Вместе с известным Российским адвокатом Новиковым В октябре месяце Были в Киеве И использовали Случай с экстрадацией Платона В Кишинев Как пример Того Как двое олигархов Как они говорят Людмила Козловская И не отрицает Так вот Смотрите Так вот Это Это Одна часть Проблемы Но как к этому Подвязали Лидеров Молдавской Антисистемной Оппозиции Майо Санду И Андрея Настасья Которые Напомним В апреле 2017 года Приняли приглашение Депутата Европарламента Причем не простого депутата А председателя комиссии По обороне И Вопросу безопасности Ана Фаты И это часто бывает Приглашают одни А логистика обеспечивается Другими А логистика другие Вот у меня тоже Я вот сейчас получил Я на прошлой неделе Был в Вене Андрей А что мы говорим Я тоже была приглашена На это мероприятие Меня пригласила корпорация Ранд Американская Но логистикой занималась Фридрих Фон Фридрих Эйбер Сейчас В декабре Меня приглашают Вену на другую конференцию Это Австрийское министерство Иностранных дел Но финансирование Идет через Арктическую комиссию Так вот Как могли подвязать Два билета Которые Эта организация Оплатила Майя Анастасия До уровня Предательства Родине И Внимание Соучастие В антимолдавской Деятельности По заказу Российских спецслужб Это вызывает Очень много Вопросов Возмущения Цинизм Манипуляция Ложь Но самое интересное Вот И по всей видимости Это будет использовано Как главная центральная тема В предстоящей Избирательной кампании Кругом шпионы Кругом Атмосфера страха Дискредитации Но самое интересное Что по моему Анализу Эти пропагандистские Оружия Власти Были заряжены Давно Не в августе Когда Козловской Объявили персону Анонграда В Польше Внимание В Польше По вопросам Сомнительного финансирования Ни в коем случае По крайней мере Официально Вопрос Ее связи С ФСБ С Россией И очень важно Что после этого За нее вступился И бывший президент Польши Валенца И бывший министр Настоянных дел Радио Секорска Не были объяснены Причины Почему ее выслали Не было Объяснено Никаких причин Но Если ты мне позволишь На протяжении года С октября Более того С 3 октября 2017 года Смотри Более года назад В молдавских Провластных СМИ Постоянно Всплывала Тема Козловский Облязов Платон Маясанду Настась Так вот Самое интересное Что все Началось В молдавской прессе Знаешь как такое бывает У нас допустим Демпартия сотрудничает С разными Пиар-компаниями Которые Обеспечивают Размещение В престижных Публикациях Можно остановить Вот смотрите 3 октября В молдавской прессе А именно в Тимпул Вышла статья Под Названием Феномен Феномен Облязов Калул Калул Троян Пентру Европы Разбой Политический День Эст Экспортати Инстанцили Парламент Парламент Лишим Асмеди Окчин Кстати я хочу сказать Что я Журналист по образованию Замечаю Схожесть контента Адриан Канду Говорил О том что Вот уже На прошлой неделе О том что Внутриполитические Вопросы Экспортируются В Россию Но что интересно Вот этот Анализ Тимпул Он на первый взгляд Перевод Статьи Во Финэншел Таймс И потом В течение Долгого времени У нас говорили Это важный Момент Что в течение Целого года У нас цитировали Так в прессе Что как Показало Расследование Финэншел Таймс Абля зафинансировал Опен Дайлог Которая сотрудничала С Платоном Усатым Петренко И которая сотрудничала С Майя Санду И Настасья И еще и спецслужбы Там российские Так вот самое интересное Что в изначальной Статье Финэншел Таймс Нет ни одного Упоминания Молдовы Ни одного Упоминания Опен Дайлог Ни одного Упоминания Козловской Майя Санду Платона Или Настасья Однако Наши журналисты Я думаю Это не просто журналисты Вот комиссии Следовало бы Посмотреть Кто смог За несколько дней Состряпать Не побоюсь этого слова Такую статью Которая выглядит Как будто перевод Финэншел Таймс Но на самом деле Только в 18 параграфе Этого 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 Статья Тимпул Говорится На основании информации Из Финэншел Таймс Мы провели Своё собственное расследование И дальше Цитируется И дальше Приводятся все эти Страшилки О которых мы узнали Майя Санду Анастасия Российские спецслужбы И потом все телеканалы Плохотнюка Об этом говорят Что Финэншел Таймс Повторюсь В Финэншел Таймс Нет ни одного И об этом говорит Спикер парламент С трибуны парламента Об этом говорит Глава расследовательской комиссии С трибуны парламента Об этом говорил Вице-председатель Демпартии Я не слышу Что вы не говорили Финэншел Таймс Но их медиа Десятки раз Говорили Финэншел Таймс Публикация Престижуаса Вот можно Статья Финэншел Таймс В котором повторюсь Третьего октября Семнадцатого года Не было ни слова Про Молдову Майо Санду Платона Козловски Ни слова Так вот Как это представило Молдавское общественное мнение Изначально ложь И я хочу Чтобы люди это увидели Вот этот материал Совсем коротко Потому что у нас У нас же скоро Камная пауза Пожалуйста Это третий октября Семнадцатого года Лидерии опозиции Андрей Настаса Семнадцатого года 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 Potrivit unei investigații A publicației Britanice Financial Times Sabliazov Ar fi apropiat Cu penalul fugar Renato Usatăi Și riderul Numărul 1 CSI Вячеслав Platon Țара noastră A ajuns în vizorul lui În 2009 Atunci când au început Problemele sale Cu justiția Din Ucraina Kazахstan Marea Britanie Și Rusia Deoarece era implicat În schemă de spălare A banilor Numită la un dromat Potrivit investigației În acest an Ableazov a finanțat Crearea Fundației Open Dialog De Ucraina Înca Ludmila Kozlovska Jurnaliștii britanici Scriu că cei doi S-ar fi cunoscut În 2004 În timpul Revoluției Portocalii Din Ucraina Finanțată la fel De oligarhul cazac Pe lângă activitatea De lobby Organizația se ocupă Și cu avocatura Pentru deținuții politici Astfel Fundația încearcă Să-i prezinte Drept victime Ale răfuielilor Politice Pe Veceslav Platon Dar și pe liderul Formațiunii Partidul nostru Renato Usatăi De altfel Prieteni buni Cu Muhtar Ableazov Potrivit Financial Times Printre așa numitele Victime ale guvernării De la Chișinău Apărată de Fundație Open Dialog Este liderul Mișcării extremiste Antifa Grigore Petrenco În investigație Se mai spune Că în ultimul timp Călăturiile lui Andrei Năstase Și Amaie Sandu La instituțiile europene Cum ar fi Parlamentul European Și Consiliului Europei Sunt sponsorizate De organizația finanțată De Ableazov Unde sunt promovate Interesele celor doi Lideri de opoziție Acum jumătate de an Presa a scris Că Muhtar Ableazov S-a aflat timp de trei ani În arest preventiv În Franța El a fost acuzat Că ar fi fraudat O bancă din țara Sau cu peste 6 miliarde de dolari Nu, Andrei, очевидно Lose mânipuliații Очевидно, две вещи Что об этой информации Было известно 3 октября Прошлого года Просто Ждали и готовили Informационный повод Второе Несколько раз Вот в этом материале И потом Это же повторялось Много-много раз Financial Times Как Расследовали Журналисты Престижные Financial Times Maia Sandu Платон Усат И Козловская Повторюсь Я сделал детальный анализ Нету ни слова В изначальном анализе Financial Times Ни о Молдове Ни о Козловской Ни о Моя А кто-то вообще Financial Times В курсе, что их бренд И их имя Используются в таких Грязных политических играх Я сделал сравнительный анализ Можно сейчас на экран вывести Я сейчас объясню что-то Ты смотри, как работает Манипуляция реально Так вот, я посмотрел Вот здесь есть Вот слева Financial Times То есть упоминание Молдовы В статье Financial Times 0 раз В Тимпу Молдова 13 раз Козловская Financial Times 0 раз против 10 раз Платон 0 раз против 9 раз Усатый 0 раз против 3 раз Настасия 0 раз против 2 раз Санду 0 раз против 2 раз Фонд Open Dialog 0 раз против 30 раз Самое интересное Дайте, друзья, в следующий скриншот Пожалуйста, если можно Так вот, в то же время Такие сложные Немолдавские имена Как Рон Вахид 5 раз Том Бургес 2 и 3 Кто эти люди вообще все? Смотрите, такие имена Этот текст просто В этом молдавском тексте Видимость создается Потому что имена Пересекаются, да? Я понимаю Можно последний скриншот там общий Потому что имена Пересекаются Создает впечатление Что это точный перевод Financial Times На самом деле Там 1 треть статьи Из Financial Times А 2 трети Написано в Молдове Написано специалистами Зачем? Почему? Вот это детальный анализ Я был готов Эту информацию Представить Комиссии Open Dialog Комиссии парламента Но очевидно Что никто Не был заинтересован Вот в таком Развенчивании Этой лжи Изначало Я не защищаю Ни Ковзловской Ни Open Dialog Но то, что на основании Двух билетов Строится Целая цепочка По стилю Знаешь По стилю Вышинского Прокурора Сталина Вышинского Что это предатель родины Это возмутительно Это попытка запустить страх И еще Я слышал спикера парламента Адриана Канду Который повторял Что может быть страшнее Чем сотрудничать Даже взять 1 евро От фонда Который поставлял Оружие В зону конфликта Так вот я проверил Наталья Я проверил Действительно Open Dialog В 2014 году Получил лицензию Польского правительства На экспорт Не оружия А материалов Связанных с вооружением Знаешь для чего? Для чего? Они собирали Как общественная Организация Они собирали Бронежилеты Для батальонов Украинской армии Ну тогда все собирали Прости И для того, чтобы эти бронежилеты Из Польши Попали в Украину К украинским батальонам На востоке Нужна была лицензия Польского правительства Так вот Многократно В слушаниях парламента Я слышал аргумент Вы представляете Какая-то страшная организация Она торгует Оружием Так вот Что за торговля оружием И таких моментов У нас не хватит Трех программ Чтобы все расписать К сожалению Но пусть люди Включат здравый смысл Прости И подумают Почему же этот фонд Страшилка Он до сих пор Работает В Польше А Людмила Козловская Находится в Брюсселе В столице Евросоюза А до этого была в Берлине И в Лондоне Андрей, очень важно Уже нужно объявить рекламу У нас после этого Специальный гость Павел Парфейни Паша Парфейни Очень важный комментарий Я уверена Я практически уверена Что это не реальный человек А тролль Я не знаю Кто здесь и что услышал Хотя бы одно слово В защиту Платона Здесь не было ни одного слова Мне кажется Что более чем понятно Что я и мой коллега Андрей Попов Мы выступаем Яро против того Чтобы Не просто Про правительственные каналы Но чтобы Институты Государственные Целые Будь то Парламентская комиссия Расследовательская Будь то Спикер парламента Потому что в данном случае Спикер парламента Выступает не как Физическое лицо А как Государственный институт Чтобы они Не использовали Ложь и манипуляцию Причем в целях В целях Это мое личное мнение Цель главная Это уничтожение Политических оппонентов Потому что Нам еще предстоит увидеть Чем закончится Вся эта Расследовательская комиссия И чем она обернется Для оппозиции Ну насчет Платона У меня сомнений нет Что он шарлатан Его нужно судить Но Очень интересно Что в 2014 году Из приближенных Владу Плохотнику И Илану Шору Средств Платон получил 75 миллионов долларов Это раз Два В декабре 2015 года К Платону В Киев Летал нынешний Бице-председатель Демпартии Сергей Ралов И с ним договаривался И говорил с ним В одной из гостиниц И этот разговор Мы слышали Мы это публично слышали Бывший председатель Конституционного Александр Танаси С ним По-понебратски Говорил полчаса Это записал Очень важно Сам Платон Судя по всему Но Если наши Люди Говорят с такой уверенностью Платон Это орудие Российского ФСБ Когда он им стал? А в 2014-2015 году Пока схемы были общие Эта проблему Не представляла Честно говоря Мне именно так И кажется Абсолютно Мы здесь прерваемся На короткую рекламную паузу После этого Нас ожидает сюрприз Оставайтесь с нами Мы вернулись в студию К нам присоединился музыкант И музыкальный продюсер Паша Парфини Мы не музыкальная программа Вы это знаете Мы чаще всего говорим о политике Либо о важных вещах Которые влияют на политику И Пашу я пригласила Потому что в пятницу Он обратился С открытым письмом К министру культуры Монике Бабук Паша Почему ты обратился С этим письмом И в чем его содержание Для тех Кто его не успел Прочитать на твоей официальной странице Добрый вечер всем В первую очередь Я бы начал С некоторой предыстории Эта история началась Два года назад В тот момент Я прошу прощения Что перебиваю тебя Это очень важно Я и мои коллеги Мы попытались пригласить Госпожу Бабук На эту программу Но она к сожалению Нам не ответила На наше приглашение Ну Мое письмо Нацелено На то же самое На желание Получить ответ Но вопросов Их накопилось Немало Они накопились В течение двух лет Эта история Началась два года назад Когда мы были Я и мой коллега Каталин Жосан Первый раз были Без объяснения причин Были выдворены Из дворца Национального дворца Без объяснения причин С национальной премией То есть Эта премия была Даже фактически Независимым каналом Так называемым Независимым каналом Учреждена Вот И без объяснения причин Фестиваль Золотая подкова Да Было оказано давление На организаторов И Ну Таким образом Мы оказались Несмотря на то Что мы были на афишах На последней 100 метровке Нас просто убрали А напомню После чего У вас выдворили С того концерта Без Без каких-то Определенных Причин на это Но причина была Но причина была Скажи Официально причин не было Неофициально Как вы это поняли Ну конечно же Это Обычное Это преследование Это можно назвать Именно так Это твой жест На концерте 27 августа Конечно Да Когда ты Пошел против влечения И Я прошел против влечения Я снял майку Это мы откатимся Еще тогда раньше Снял майку Для того Дабы показать Что Ну Свою позицию И желание И намерение Всегда называть белое Белым Вы на протяжении 2016 года 2015 С Катерином Джасаном Выступали на митингах Оппозиция Вы неоднократно Пели со сцены Кроме этого 27 августа 2016 года Когда нам исполнилось 25 лет Со дня независимости Ты участвовал Как и многие другие Наши звезды В юбилейном концерте На площади Национального собрания Этот концерт Был в прямой трансляции На публичном Телеканале Молдова Уну Ты вышел на сцену Я помню это Потому что мы стояли В толпе Мы тебя Слушали Ты вышел на сцену Ты поздравил Ты поздравил Молдову Очень многими История это известна Я сказал Что я готов Снять с себя Последнюю рубашку И ты пожелал Молдове быть свободной От олигархов От коррупции Снял рубашку На ней было написано На уплаха Абсолютно верно И все это Происходило в прямом эфире На телеканале Молдова Уну Тебя не вырезали Меня не вырезали По той причине Что это было сложно Сделать технически И так далее Скорее всего И безусловно Именно это послужило Причиной того Что нас исключили Два года назад Ну и наверняка Этот фидбэк Доктянулся До этого события Что нас опять-таки Исключают От всех концертов Просто Если два года назад Тоже на открытое письмо Госпожа министра Ответила мне Что это Манипуляции Да И мы не виноваты И мы ничего не делали То На протяжении Этих двух лет Во-первых Не только Мне Но и всем коллегам Абсолютно Всем режиссерам Всем артистам Техникам Которые работают За сценой И так далее Стало понятно Что Что-то не просто так Я исчез Абсолютно С всех концертов Такого быть не может Чтобы я выступал Из года в год На всех премиях различных На Золотой подкове На Шлягер года И так далее Тебя просто в программах Не стало Да И основа моего письма Открытого Как раз было о том Что в зависимости От моих Гражданских позиций Министр культуры На тот момент Моника Бабук Была именно Министром культуры Обязан защищать И с моральной точки зрения Должен защищать Конституционные права Артистов И вообще людей По большому счету Всех граждан Конституционные права Высказывать свое мнение Что вызвало желание Написать это письмо Тебе сообщили о том Что отказывают В концертных площадках По стране Ты планировал Сейчас зимой Провести целый ряд концертов Абсолютно верно Ты заранее Забукировал Или как назвать Зарезервировал Концертные площадки Да Дело в том Что я этот вопрос Не поднимал раньше Но на протяжении Эти двух лет Я сталкивался С такими ситуациями Неоднократно Но я Наверное Последняя Одна Навопиющая Это когда За 7-8 месяцев Заранее Я договорился О Площадке О Назовем Концертной площадке О зале Да Не будем называть его Чтобы не скоплимонтировать И как-то не подставить Людей С которыми я договаривался Вот И они К сожалению Вынуждены были Мне буквально Со слезами на глазах Совсем недавно Внуждены были Отказать Сказать Что у них все-таки Нет такой возможности Выполнить наши договоренности Паш Ты думаешь Это тебе месть За твои политические взгляды? Я не думаю Мне это говорили Прямым текстом Огромное количество раз Это не то что И мне кажется Невооруженным взглядом Видно И наверняка Большинство наших Зрителей Тоже Тоже так считают Организаторам просто сообщили Что они потеряют площадку В виде театра Когольского В случае если Наталья Марай Останется в программе Так организаторы отказались Меня исключать из программы Они организовали встречу со мной В парке Они вытащили стулья И уже вообще все встречи С публичными людьми Стали породить в парке Чтобы не выглядело странным образом Почему Александр Танаси В театре А Наташа Марай В парке И поэтому было решено Провести все эти встречи Под открытым небом И это на самом деле Преследование За взгляды людей Паш К сожалению У нас очень мало времени Более того Я хотел бы подытожить Буквально два слова Что я даже не думаю Что у госпожи министров Есть какие-то Персональные претензии Ко мне Я думаю Что главной причиной Подобных преследований И является конкретно Дать пример Всем остальным артистам Что как себя Не нужно вести Что не критикуете нас Иначе люди попадут В черные списки Как Паша Парфене И поскольку мы Считаем Что правильно Поддерживать людей Любых Проявляющих Любые точки зрения Главное Чтобы они никак Не нарушали Нормы молдавского законодательства Поскольку мы Поддерживаем тебя И считаем Что несправедливо То что происходит с тобой Я хочу сегодня Закончить Программу Твоей песни Которую ты в субботу Представил Вниманию публике Это очень интересный А я Паша Пожать руку За талант И за спину Это очень интересный клип Скажем людям Так как есть Ты обратился Ты обратился К общественности И попросил всех Присылать фотографии Со своими родителями Тут в этом клипе В том числе И мы есть И родители Андрея Попова И моя мама И твои родители И родители очень многих других людей И Наталбот Очень многих известных людей И не только известных Я предлагаю закончить Сегодняшнюю программу Этой песни А мы с вами увидимся завтра Как обычно В 21.30 Спокойной ночи Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok